13 февраля состоялось рассмотрение дорожной карты Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Презентовал дорожную карту ректору Ильшату Гафурову и проректорам КФУ, директор Института, проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев. Также на защите стратегии присутствовали партнеры Института в сфере бизнеса и производства. На рассмотрении была представлена стратегия развития до 2021 года. Программа нацелена на попадания в предметные рейтинги по версии КВАК Ярелли Саймотс и от агентства Times Higher Education. Институт геологии и нефтегазовых технологий планирует увеличить показатели публикационной активности и цитируемости. Цитируемость зависит от репутации вуза и остроты поднимаемых его учеными проблем, а наиболее актуальные задачи перед исследователями ставят компании. Этим и занимается Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. На защите было подчеркнуто взаимодействие с партнерами в науке и инновациях, а также переход к практикоориентированным подходам в образовании. Здесь очень важно, чтобы работодатели для наших выпускников принимали активное участие не только в научных разработках, но и наши образовательные технологии также способствовали бы, чтобы наши выпускники с меньшим лагом времени могли бы адаптироваться в проблематику наших партнеров, наших компаний. На 2018 год в рамках сотрудничества с стратегическими партнерами запланированы проекты в областях нефтедобычи, нефтепереработки, композиционных материалов и кабельной продукции и химических технологий. Явно видны ваши лидерские позиции в области хоздоговоров. По доле иностранных студентов, иностранных НПР и доходов от НИР вы лучшие в нашем научно-образовательном пространстве. По окончанию презентации дорожной карты Казанский федеральный университет и его партнеры, среди которых региональный центр инжиниринга «Химтех», группа компании «Нефис», представители нестенной отрасли Кубы, обсудили главные проблемы и перспективные направления нынешнего и будущего сотрудничества. В частности, ученых института привлекут к разработкам практических решений в интересах целого ряда компаний, а «Химтех» выступит как производственная база опытных образцов. Результаты 2018 года будут оценены при следующем рассмотрении стратегии развития уже в 2019 году. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универньюз.